С законным правом на чистоту по всем инстанциям. Жители улицы Весенье в Иванове бьют тревогу. Контейнерная площадка здесь превратилась в страшную помойку. Ни управляющую компанию, ни регоператор мусор не вывозят. Вот такой у нас бардак постоянно. Никто ничего не вывозит. То говорили, что будут платить. Мы же платим сейчас за вывоз мусора. По 88 рублей человек что-то там идет. А так до сих пор ничего. Еще вот смотрите, вот эти вот рулоны. Это ведь вот не жильцы бросили. Это вот швейное предприятие, которое тоже тут мусорит. Сейчас местные жители живут как на вулкане. Помойка несколько раз горела. Ходить мимо или открывать окна в домах просто невозможно. Запах, особенно в жаркую погоду, стоит просто невыносимый. И крысы тут уже бегают, и мои окна прямо на помойку смотрят. То это жгут тут чего-то эти бомжи, то еще чего-нибудь. И не знаю, кто вообще-то бомжи или кто тут жгет. И вообще очень неудобно эта помойка. А совсем недавно пропал один контейнер. Теперь вместо двух баков остался один. Но мусор из него хотя бы вывозят. Насчет того, что пищевые отходы, вот банка, ее вывозят каждый день. Утром ее каждый не пропускает ни одного дня. Но вот это безобразие, это невозможно уже даже смотреть. Жители рассказывают, обращались и в управляющую компанию, и к региональному оператору. Обрывали телефоны, столкнулись с откровенным хамством и непониманием. Обе инстанции проблему передают друг другу, как теннисный мячик. Туда же, на Минскую же я звонила. Мы ничего не знаем. Я говорю, дайте мне начальника номер. Дала номер. Я говорю, мне скажите, как его звать. Она, Никита. Я говорю, мне отчество еще назовите. Я ничего не знаю. И трубку бросают. Ну, так же нельзя с людьми обращаться. Это же невозможно. Ну, что же мы здесь вообще, что ли, не люди. Куда еще звонить жители не представляют. А помойка тем временем скоро отметит второй день рождения. Если управляющая компания, то, соответственно, если они не выполняют свою работу, жители должны обращаться в государственную жилищную инспекцию, которая за этим следит. Единственная, конечно, проблема у нас сейчас, что там в государственной жилищной инспекции очередь идет не так быстро. Но других пока вариантов как бы я особо не вижу. Теперь жителям предстоит поход в жилинспекцию. И та самая очередь. Остается только надеяться, что вопрос все же решат. И местным не придется еще один год жить практически на помойке, при этом исправно выплачивая деньги за вывоз ТКО. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.